Музыка Приветища Амиго! Сегодня речь пойдет о танке, который мне лично очень нравится, хотя я сам не знаю почему. Это М1А1 Абрамс. Это уже второй танк из семейства Абрамсов. Ну, если не считать XM1, который прототип, ну, считай, что прабабушка этой ветки. Вот, я даже придумал, как я их буду, пожалуй, что называть. Значит, седьмерка будет Абражка, восьмерка Абрамс, а девятый Абрамович. Ну, потому что он, типа, самый топовый. Итак, значит, танк этот является козырным танком, самый справедливый и добрый, несущий мир и свет страны на земле. United States of America. Применяется, где он только уже не поприменялся, в общем-то. На Ближнем Востоке этот танк с успехом справляется с вражеской конницей, верблюдницей, с воинами на слонах, копейщиками, лучниками, верболитчиками и феерический громит колесницы неприятеля. Но все-таки, если какому-нибудь бедуину в руки попадает старый добрый советский РПГ, и он не полный дебил и знает, каким концом направлять его в сторону танка, происходит примерно следующее. Начиная с этого выпуска, я решил не засиживаться подолгу в ангаре, разглагольствуя и то, и это про этот танк. Я думаю, что можно все рассказать о нем, все свои мысли высказать о нем. Прямо во время бою скажу только, что танк очень точный, быстрее всех, по-моему, на своем уровне. Он перезаряжается, отлично бронирован, пробивается он хорошо с дамагом с полным только под оптику мехвода. Но там, опять же, не из каждого танка и не с любого расстояния снаряды хорошо заходят. Если разброс большой, то можно в пиксель, в нужный и не попасть. Я вообще из 90-го сюда Абрамс пробиваю, только если стреляю ниже зеленого маркера прицела, то есть вот по красному стреляю, тогда снаряды заходят. Не знаю почему. Может, у меня прицел кривой достался. Ну, мой аккаунт уже прокляли, я уже понял, да, что у меня статенка-то что-то падает. Скоро статенка станет ниже полтенка. Вот, ну, в общем, во всем остальном танк как танк. Он наравне с Ариетой и Леопардом, в общем-то, хорошо бронирован. Мальчат 90-го. Ну, и, естественно, главный минус, что у него нет фугасов, которыми можно классно стрелять в Леопарду по крыше, Ариете в форточку. Поэтому Абрамс не так популярен на своем уровне. Однако при этом он имеет отличную динамику, наверное, лучшую на своем левеле динамику. Мне очень вот, очень именно этим он и нравится. Еще бы, ведь у него стоит охрененный, ну, для его-то веса у него стоит охрененный газотурбинный полуторатысячный двигатель, да, 1500 сильный. Что странно, да, и танк такой резвый, а весит он просто до хрена. У нас, между прочим, на Т-80 тоже газотурбинная тысяча стоит, и танк намного-намного легче. Вот, мне кажется, что у Т-80 динамика должна быть такая же, как у Абрамса хотя бы. Если не максимальная скорость, то хотя бы динамика. Потому что, ну, газотурбинные же они, ептать, оба. Да, ладно, в общем, в общем и целом, кстати, я даже, пожалуй, уберу, даже уберу энергетик, потому что, во-первых, от него и помереть можно, во-вторых, дорого. Вот, и, в принципе, разброс стал 0.05, но я уж как-нибудь это, как-нибудь переживу. После игры на Шеридане мне такой разброс райом к земным, кажется, ладно, понеслась, посмотрим бои. Вот он, собственно, наш серый красавец, у которого кумулятивные эти, противокумулятивные экраны на бортах намного скромнее, чем у Ариетты выглядят, да и закрывают у них далеко вообще не все, оставляют у них места, куда можно швахнуть кумулятивом. Так что, в принципе, если у вас нехватка кредитов, можете эти экраны не ставить. Как и не можете ставить, можете не покупать урановые вставки, они вообще бесполезны. То есть, ну, у вас танк в лоб и без них не будет пробиваться, и с ними там ничего лучше не станет. Вот, что странно, что сейчас Челленджер почему-то первый меня обгоняет, это что-то вообще невиданно, неслыханно. Вот, потому что, несмотря на то уж как, как, почему у меня, кстати, корпус светлый, а башня серая, темная, это что за... Что за серая шейка, ёпта, просто не танк. Вот, видите, как мы 90-го настигаем по прямой. Ну, он, конечно, петляет, но вот он не петляет. Вот, до чего хороша Ариетка, до чего нагибает Леопард, но у них нет той резвости, какая есть у Леопарда. Вот, тьфу-то, у Абрамса, вот, мне кажется, что Абрамс просто на своем левеле, он реально самый резвый. Он очень быстро крутит корпус, что вообще, ну, не всегда это помогает, не во всех ситуациях это имеет какую-то пользу. Ну, разворачивается он прям, прям просто стремительно, и это отлично. Перезаряжается он также очень быстро, это тоже круто, это отличная компенсация за нехватку фугасов, да, по всяким выступающим прекрасным местам у Ариет и Леопардов вы будете наносить частичный дамаг, но когда вы заходите в борт, вы наваливаете просто от души. То есть, 15 секунд, 3 выстрела, ну, там еще 10-й, 100-й, и того будет 16 секунд с копейками, все равно очень быстро, очень круто. То есть, хоть на одной машине никуда заточка на скорострельность не пропала, Абрамс по-прежнему скорострелен, скорострелен и хорошим. Интересно, а до нерфа экипажей, сколько же можно было у Абрамса тогда разогнать, секунды 4, наверное, да, вот, смотрите, как 9-й левел наигрался. Бой только начался, а брашка мой уже с 2.400, но готовьтесь к тому, как бы, что этот танк лоб в лоб воюет хреново из-за отсутствия фугасов, опять же повторюсь. На нем вам придется крутить, мудить, объезжать, ерзать, заходить в тылы, в бока, в клинчи, но вот если у вас есть к этому, да, предрасположенность, если вы до этого играли на ББМ-очках на каких-нибудь, нормально, так не стоя в кустах с птурами наперевес, а вот именно обходили в тылы, там, туда-сюда, вам танк понравится, он очень шустрый. Цены ему нету, кстати, он должен, по идее, неплохо таранить, как вам урон в 276 тараном, а? А? Ну скажите же, что это офигенно, не забудьте прокачать перк тарана у водилы, кстати говоря, подсказочка вам. Вот, я вообще активный сторонник применения таранов в этой игре. Просто смотрите, он мне тараном 62, я ему тараном 276. Ну вы только что сами все видели, потому что Абрамс, он охеренно тяжелый. Он охеренно тяжелый, а разогнаться он может вообще ни хреново очень даже. Поэтому таран на этом танке, он просто, я не знаю, он бы в средневековом замке ворота всковыривал, наверное, не стреляя. Вот сейчас я немножко спалился. Уезжающий 90-й к меня увидел своей задницей. Но все равно для АМС-ки я стал здесь неприятным сюрпризом. Опа, 260 тараном, блядь, Абрамс просто охуенно. Вот сейчас я не понял, конечно, что-то немножко. Арта собака накидывает, надо было ее доехать, не полениться доехать ее забрать. Сколько вот арта мне натрендуляла? Натрендуляла она мне 522 одним попаданием, ну как с критом зашло. Резать, резать, падло. Так, челленджер, ты хорош? У меня тут, ой, челленджеру тараном досталось на... На не слабо так, потому что нехрен тормозить перед Абрамсом. Когда Абрамс едет восьмидесятку забирать. Плохо, что пока что в игре, когда ломаешь все эти трубы всякие, получаешь, блядь, теряешь скорость, это вообще отстойно. Потому что я хотел просто заторанить. Вот сейчас я вообще не понял, кто и куда меня поджег. Девяностый какой-то. Какой-то дерзкий девяностый меня зажарил. Смотрите, что делать. Ну это там, блин, с горы с этой гребаной. Нахрен надо туда ехать. Отсюда надо бежать по-хорошему. А я уже никуда отсюда и не денусь. Мне даже при вертлявости Абрамса как бы... Осторожно, снаряд! Осторожно, снаряд где? Но меня вроде как не светят. Я попробую отсюда убежать, но не гарантирую, что я сейчас не сдохну. Они захватывают нашу базу. Ну команда дно, абсолютное дно. Где наш 90МС, что он там делает, вообще не врубаясь. Но ездить там, подставляя борты, борта... Вот смотрите, на 704 у меня 90 прилетело. Это очень злобно. А следующая плюха... Так, баланс там, света было. Да-да, конечно, виноват баланс, а не руки. Ой-ой-ой. Вот визелек. Писелек. Нет эффекта по визелю выстрелы за Абрамса. Нет эффекта. Это был предупредительный, наверное, какой-то снаряд, я не знаю. Свет шумовой. Просто я не знаю, как по такой машинке можно выстрелить и услышать нет эффекта. Это поразительно просто. Определяю цель. Дай ПТС. Все. У нас нет шансов теперь в этом бою вообще окончательно. Успеть сбить захват и... Ой. Куда ехал-то хоть чувачок? Ну вот если сейчас я... Нет, слишком мало времени. Они, к сожалению, ссыкуют. Они не хотят добить нас. Хотя их больше, чем нас. Они хотят забрать базу. Именно база им нужна. На автоцелью попытался я его забрать. Ну и, конечно, хрен там плавал. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не успел. Но 6-850 дамага я в этом бою, собственно, привез. Ну, правда, 80-ку разобрал фулловую на 7-го левела. Это вообще-то не считается. Но были кайфовые выходы в тылы. А Абрамс именно этим и живет. Я уже повторюсь, что в лоб он не очень лоб-в-лоб. Не очень такой боец. Поэтому заходы в тыл – это все нормальные. Честный дамаг в кассу. Кому там и Мэски наковырял, и 90-му наковырял. То есть, по большому счету, если откинуть 1500 за халявную 80-ку 7-го левела, остается все равно около 5000 дамага вполне себе честного и справедливого. Естественно, Абрамс с таким разбросом… Давай грузись ты уже. Абрамс со своим разбросом очень четенько стреляет на ходу. Это вообще просто на самом деле обалденно. Я бы, кстати, вот этот модуль на время перезарядки поменял на модуль, на какой-нибудь еще один, на точность или на время сведения. Потому что, ну, теперь как-то странно работает процентная фигня, если я сниму вот это оборудование. То есть, я в перезарядке особо ничего не потеряю. У меня будет около 6 секунд, я думаю, или 5,8 будет. Ну, что-то такое, короче. Это даже вот эти 7% перезарядки, 7,5, они даже одну целую секунду не добавляют. Ну, вот такая вот печалька. Но у меня, к сожалению, денег на основном аккаунте маловато, а на пресс-аккаунте у меня донный экипаж, поэтому я лучше уж так как-нибудь. Но я к тому, что теоретически, да, в перспективе, Абрамс можно одеть и получше. У меня он не самый такой образцовый. Ну, 6-7 судамага, 1200 разведданных. Смотрите, я накидал больше, чем наша МС-ка. Я даже накидал больше, чем вражеская МС-ка, как я понимаю. Вообще больше всех накидал. Айда следующий. Ну, как известно, карты по одному разу здесь не приходят в этой игре. Если вы на какую-то карту попали, то сыграйте на ней 2 или 3 раза подряд. У меня такое сплошь и рядом бывает. Кстати, я камуфляж не менял, но почему-то мой танк теперь другого цвета. Он сплошной серый. Я не знаю, почему-то челленджер об меня трется. Бой уже более балансный. Там балансный все по одной семерочке в боях. Не знаю, чем нагрешили эти люди. Да-да, привет, привет, всем привет. Итак, кстати, у прошлого Абрамса, по-моему, УВН был более, более УВНистый. Еще ниже ствол упускался. Там совсем эпично был. Но у этого УВН все равно тоже неплохо по сравнению с советскими танками. На этом Абражке играть комфортно. Еще, кстати, есть такая фишка, что издалека Абрамс пробивается, по-моему, почему-то лучше, чем с ближнего расстояния. Не знаю, с чем связано. Но, видимо, с особенностью прицеливания в его люк оптику мехвода как-то это связано с этим. По-любому, что нужно целиться ниже, но то, о чем я сказал в начале. Ну что, так, я в засвете. Кто? XM8, хорошо. И пропал. Окей, понял тебя. Тогда я туда не поеду. Резко я передумал туда ехать. Задом, как видите, Абрамс тоже могет неплохо разогнаться. 35 километров. Тут в этой игре передом-то не все танки столько жмут. Вон, скопление 90-х. 90-е это вообще любимый танк Абрамса. Можно сказать, Абрамс это анти-90-е, потому что это единственный танк, который Абрамс нормально пробивает в лоб. Да, Риету приходится в форточку щелкать там с третью дамага. Леопарда вообще там хрен знает, что. Что с ним делать. А, 90-е как шились в нижний лист, так и продолжают туда пробиваться. Самым криминальным образом. Видите, рядом с трубой. Как рядом с трубой стрелять? Не круто. Снаряд не пройдет. Ты не пройдешь, труба Гендальфа. Да. Перестрелка с Риеты это не то, чем я хочу заниматься. Абсолютно беспонтовое занятие. Ввиду полного отсутствия фугасов. И чересчур переапанности этого танка. Вот почему-то Абрамс пробивается в люк мехвода, а у Риеты люк мехвода можно пробить только если встать перед ней на какой-нибудь холмик. О. А вот то, что доктор прописал. Бортики. Мои любимые бортики. Смотрите, как классно. Ай, хорошо. Все, что? Уехал? А Риета где? О, еще один на его место подъехал. По сторонам-то они не смотрят, почему-то они не видят, что Абрамс тут стоит, походу. Или им просто пофигу. Так сразу и не поймешь, что с ними не так. О, Риета. Настало твое время. Ну, че? Хм. Че делать будешь? Ромбовать, наверное. Давай. Сиповочник, епать, высовывайся. Тоже пойдет. Ладно, давай, я дальше поехал. А тут вон ХМ-8 и раскатывают что-то. Разъездились тут. Неспокойно как-то здесь. Ага, а вот и мой борт. Подкараулили. Стоят там, что-то все вообще не знаю, что-нибудь там. Выжидают челик, ты зря туда поехал. Сказал бы я ему по голосовой связи, если бы у нас была такая возможность. Куда круче можно 90-го в борт разобрать. Заодно и с линии жопу свою убрать с этой. Вот, но к ним не выехать туда, потому что, естественно, их там кроют, походу, атомно. Ну, почему же нет эффекта-то? Я что-то вот вообще не понимаю. С другой стороны, я вижу, что там Т-80 только, и он... и он занят. И это самое время сейчас еще смотреть таран. Что-то таран... Таран что-то не добил его сейчас, что странно. По-моему, он должен был втащить, так втащить. Вообще-то, что я еще с горки съезжал в этот момент. Но что-то не смоглось, не нанеслось. Вот видите, в общем-то, как надо играть на Абрамсе, когда вы встречаете переапанную Ариету, Леопарда, или что-то такое, что вам в лоб без фугасов не пробить. Вы начинаете отъезжать, искать какие-то брешевых обороны, какие-то окольные пути, улицы. Блять. Башня повреждена. Так-то башня повернулась бы вместе с корпусом у меня, и я бы выстрелил. Атака, видите, замедленная. Я должен был попасть, но хрен там плавал, как говорил пресловутый Конфуций. 4 700 дамага. Так, что у нас тут? 4 700 урона, полторашка по разведдану, золотая медаль. Опять, но в команде первый. По жизни тоже, кстати, на втором месте тоже Абрамс, заметьте, не 90-й. Интересно, почему, да? Вот, ну и, собственно, третий бой, я надеюсь, пройдет уже на какой-нибудь другой карте, потому что уж хотелось бы, уж хотелось бы, прям хотелось. Я тут, кстати, посидел, подумал и решил внести небольшие изменения, поставить вместо кожуха ствола вот это кобеля в оплетке, короче. Взял на Абрамс сейчас кредиты за опыт и вот их и слил. Я почему решил это поставить, да, потому что, смотрите, только сейчас об этом подумал, вернее, думал-то и раньше, просто денежек было жалко. Смотрите, эффект 30% урона тарана, это перк, перк танкиста, 30% урона тарана. Смотрим, еще, уже 37,50 урона тарана, 41,2, 42% уже урона тарана. Примерно, может, я не самый сильный математик, 42, еще плюс 2,5. Ну, 45% урона тарана повышен, получается, у меня сейчас, если я правильно понимаю, как эта игра работает, а я вроде должен уже нормально понимать. Можно поставить, конечно, бабочку энергетика, но я говорю, что, в принципе, пока у меня активны бусты на добычу лавандоса, да, на 4 дня еще, можно, можно и с энергетиком покатать. То есть, я, видите, как я видосы, блин, записываю, вроде гайды, воды, надо стараться, блять, стараться так, чтобы стараться, не обосраться, я вот энергетик снял, батончик поставил, оборудование вообще, хер пойми какое, эксперименты на ходу, все нормально, в бои, бои идут, время перезарядки, максимальный разброс, ну, это все нормально, в общем-то, все пойдет. Два, ну, попробуем теперь, попробуем теперь, как оно будет, хотя, конечно, время перезарядки, 5,6 стало, ну, ничего практически не потерял, ну, ничего особого не приобрел, от этой перестановки, в общем-то, просто я одержим, видимо, идеей реализации тарана, на этом танке. Так, ну, вот опять, собственно, зимняя карта, половина команды семерок, чуть меньше, предыдущий бой был, конечно, на засеренном острове, но я его сразу не стал записывать, потому что там вообще одни семерки были, ну, придется такой писануть, уже третий, ну, чтобы видос уже закончить, потому что, ну, без конца переигрывать, я не очень люблю играть на одном, на том же танке по 20 раз подряд, то есть, я все-таки за разнообразие на одном танчике покатал, на другом покатал, как бы один и тот же он надоедает, какой бы он крутой и интересный не был. Сейчас, значит, я хочу встретиться лоб в лоб с любой восьмеркой, попытаться разорвать ей гусеницу тараном, углом корпуса, ударить ее в гуслю, после чего сделать какой-нибудь маневр и расстрелять ее в борт, потому что Абрамсу, для Абрамса нужны какие-то маневры подобные, он лоб в лоб просто ни о чем, он для этого не предназначен без фугасов, то есть, в лобовых сражениях, то есть, ты увидел, заехал на улицу, видишь, враг лбом стоит, и такой, дымы, задом пошел, объехал, типа, да, конечно, это не всегда прокатит, как бы, не во всех ситуациях так можно сделать, не, не каждая команда врага позволяет обходить себя в тылы, поэтому надо что-то думать, надо что-то изобретать, мне кажется, что фишка с использованием тарана, да, у этой тяжеленной машины, я думаю, что попозже тараны еще поправят в игре, их сделают нормальными, зависимыми от скорости и веса машины, а не так, что ты там задом сдаешь, союзника чуть-чуть задел, и союзник отгреб от тебя там 200 урона, грубо говоря, за это вообще непонятно, за что, или иногда там с горы разгоняешься, как там ухерачишь кому-то, там урона, и нету, то есть это еще никуда не годится, поэтому, поэтому надо, надо что-то изобретать, надо что-то думать, вот, именно, что в лоб Абрамса, хреново очень, ну, кроме другого Абрамса, наверное, и 90-го никого нормально не пробивает, а редкий той же, вообще ничего не может сделать, поэтому надо что-то, челленджер сейчас тут лишний, надо его снять с пробега, вот, ариетчика, ну, как бы по 200 урона, блять, наносить, ну, не знаю, куда ты, нахрен, ну, ты стоял, подожди, вот, подожди, ариета, ты стоял, блять, ты никуда ехать не хотел, я поехал, и тебе, сука, приспичило, нихуя подобного, бам, челленджеру, 109, командир курить пошел, но чтобы гусеницу сбивать, надо, конечно, уголочком, вот, видите, гусеница пожелтела у него, надо уголочком, отаранить, как бы, вот, смотрите, сейчас, вот, сука, он повернулся, а, он повернулся, и моя гусеница попала ему в центр корпуса, и это он мне гусеницу порвал, ну, как бы, надо отработать эту тему, что-то он не хочет от меня вообще отклеиваться, он прилип, ну, сейчас в пердак снаряд получит, да и все, он еще и лагер допущен херовый, просто дуплетом снесло, вот еще один челик, ой-ой-ой, как я заехал вообще, ну, я хочу гуслю ему порвать, не похер, что тут враги, вот, смотрите, опа, разгуслили, задом сдаем, единственное, только что он стоит, жопой к стенке, а вот смотрите, вторую гуслю сейчас, нет, он успел довернуть, как бы, корпус, и чудо разрыва гусеницы не сработало, так, нам свидетели не нужны, можно, в принципе, на ходу, смотрите, вот так гусеницу выстрелом разрывать, но не первым по ходу выстрелом, да, все-таки она рвется, ариета тут вообще стоит, не в теме, что происходит, вот, смотрите, разорвали гусеницу, и зашли мы в борт, но, тут в борт заходить ему проблематично, потому что у него там три друга, к сожалению, стоят, они мешают, отличный, отличный удар, удар об, блядь, ебло ариеты, которая за мной едет, типа, я должен ее объезжать, подставляя борты, вот она бы за мной могла развернуться нормально, пока я ее начинаю маневр, и объезжать, я подставляю борта, меня, то есть, никто не бы не прикрывает этот момент, ну, попробую, объясни этому человеку, да, такие, блядь, простые истины, вот, вражеский Абрамс, давайте, да, хуй Абрамс, там 90-й, блядь, стоит, и два даже 90-х, все, у меня не хватит здоровья, ну, вот, кстати, мы видим, как при наличии на танке точности, Абрамс пробивается в лоб, когда будут нерфить пиксель хантинга, Абрамсу расширять, ничего не нужно, вот, к сожалению, больше я не смогу, ах, больше не смогу сейчас я проверить, таранные качества, американского, Абрамса, хотя нет, смотрите, издалека, все-таки, вот, прям по зеленой, по зеленой метке проходит, но, видимо, от танка зависит, возможно, что у той машины, которым я обстрелил Абрамс, в прошлые разы, точность была говеной, и она просто, просто снаряд криво летел, ну, хрен его знает, вот, а, о, как почувствовал прям, сейчас на фугасе 90 перейдет, я тоже, я тоже чувствую, бам, ну, с трех сторон его окружили, конечно, сейчас как волки, просто лань, лань задерем, четыре фрага, у ИТ-шки у нашего, но и тоже четыре фрага, ай-яй-яй, нет, а, блядь, как повезло сейчас, просто шайтан, удача, я не знаю, ну, я попробую, конечно, подъехать, то, что я при смерти, как бы не значит, что я атаковать перестану, но чего, кто-нибудь обойдет его, вот он только что, это дым был, это он разрядился, да, так, давайте пробуем, опа в гусеницу, нихуя, не порвалась, сейчас тупо не попал, он меня фугасами добрал, да, мало было здоровья, на самом деле зря я так полез, но, пофигу, я пытаюсь отработать, пытаюсь отработать маневры на Абрамсе, каким хреном, то есть можно будет его максимально круто реализовывать, мне кажется, что потенциал у этой тачки есть, просто никто еще не понял, как его использовать, но это точно не стрельба лоб в лоб, и именно этим Абрамсе интересен, что он не такой примитивный, как Риетта и Леопард, которые вот так, блядь, встанут, начинают друг друга щелбанами, блядь, фугасами по крыше щелбанчики давать, то есть на Абрамсе надо что-то делать, на Абрамсе надо что-то думать, и этим он интересен, да, он не самый нагибучий танк этого левела, однозначно, скорее всего, но он интересен, просто ему не дали фугасов, и сделали интересную машину этим самым, вот, но не знаю, чем кончится бой, скорее всего, мы провафлим, потому что ИТшка у нас полудохлая, арта здесь вообще не помощник с того респа, она никуда не может накидывать, не знаю, в общем, не вижу смысла это снимать, перейдем сразу в ангар, посмотрим мою стату, и будем видосы, я думаю, заканчивать, так, ну вот, бой закончился, к счастью, мы победили, что характерно, у меня в каждом бою на ОБТ очень много разведданными, вывозится где-то от полутора тысяч, на полутора тысяч, это немного, да, но бывает и пять, и просто, что, как бы свидетельствуют о том, что я всегда где-то там на острие, ну, кстати, смотрите, что дамага, да нет, кстати, по семеркам большинство дамага накидал, да, какая хрен разница, вот, общего, у нас, в общем-то, команда такая, довольно, довольно средненькая была, 90 мс, 1200 урона, так, давайте посмотрим, средуха, средуха моя на, на Брамсе, 3500 среднего дамага за бой, при этом 17 побед, 17 поражений, так, а если посмотреть с другими танками, Леопард, который не пробивается в лоб, и замечательно шатает все на свете фугасами, имеет у меня 2900 средухи, но боев намного больше, дальше идет, куда, Рьетта пропала, Рьетта, тоже 2900 средухи, тоже намного больше боев, но я думаю, что Абрамс тоже на 2900 средухи сползет, а вот картонный Т-90 имеет всего 2600 средухи, то есть, по меркам среднего дамага, кстати, вот разница в 300, это, кстати, довольно-таки ощутимая борода, ну и в заключении, то есть, что хотел еще сказать, напоминаю, что когда будете прокачивать Абрамс, усиление, усиленная броня, вот эта композитная броня, лобовой проекции башни, усилена пластинами из объединенного урана, это как бы не самая нужная вещь, потому что вот смотрите, что даже внешне, то есть, танк не меняется, ничего не появится, то есть, броня, видимо, где-то там замурована внутри, то есть, но я не скажу, что экраны, они тоже прям мега полезные, я вообще советую, что экраны, что броню ставить на этот танк, в самую последнюю очередь, ну, потому что, если вам кто-то заходит в борт, вот у вас торчит огромный кусок ягодицы, куда снаряды вам и полетят, и будут еще и вас поджигать, то есть, экраны, борт закрывают совсем не полностью, вот, и поэтому, как бы, они вам особой защиты такой прям, ну, естественно, что, правда, есть такая маза, что для того, чтобы сюда попасть, вам в задницу, надо свестись, а если у вас не будет экранов, то можно будет вас мочкануть с вертушки, в том, кстати, еще фишка Абрамса, как я уже сказал, он очень быстро поворачивается, вы просто можете не дать человеку успеть свестись по своей заднице, поэтому, то есть, от экранов, теоретически, хоть какая-то польза есть, а от урановых вставок, ну, практически, на мой взгляд, никакой. Вот, на этом, в общем-то, все, что-нибудь там жмите, что-нибудь там пишите, как обычно, адио. Субтитры создавал DimaTorzok